добрый день дорогие друзья вы на телеканале вадим онлайн телеканал александра вадима на телеканал для людей умеющих и любящих думать программа нейтральная зона и как всегда с огромным удовольствием хочу приветствовать своего сегодняшнего гостя и глава израильской спецслужбы натив яков кедми яков искренне рад приветствовать добрый день добрый день добрый я хотел сегодня поговорить о нашей израильской действительности тем более есть масса вещей которые масса событий которые перекликаются с историей еврейского государства в ночь на понедельник 12 февраля израильские силовые структуры провели успешную спецоперацию по спасению двух заложников в центре палестинского рафеях а на юге сектора газа оба спасенных мужчина мужчины 60 и 70 лет были похищены террористами 7 октября из приграничного экибуционера цхак эту спецоперацию которая называлась золотая рука многие в израиле называют уникальной и ставят в один ряд с самыми известными израильскими операциями по спасению заложников захваченных террористами это вспоминают операцию изотоп когда в семьдесят втором году были освобождены пассажиры самолет авиакомпании сабена 76 год вспоминаются и с этим операцию знаменитую операцию энтеба когда из уганды вызвали ли тоже более 100 заложников и тем не менее об этих может быть операциях мы поговорим чуть позже об этих и других но насколько вы согласны со столь высокой оценкой спецоперации золотая рука и все же может быть это несколько преувеличенная оценка сама спецоперация это одна из самых удачных самых профессиональных и грамотно проведенных спецопераций не не убавляя и не унижая достоинства всех других операций это было проведено наиболее наиболее четко наиболее правильно очень хорошо спланировано без каких-то потерь со стороны подразделений травянской армии она была группа была хорошо поставлены и использованы каждая в наилучшей форме того что она умеет делать так что это сама сама спецоперация цель которая была освободить заложников она она прошла отлично безукоризненно можно сказать со всех точек зрения сама спецоперация готовилась насколько я понимаю более трех недель три недели назад появилась возможность или вероятность того что можно определить более или менее место нахождения двух заложников в прошлых операциях такой четкой насколько я могу судить и точной информации о местонахождении заложников не было и несколько операций которые были запланированы не проводились вообще потому что не удалось получить достаточно информации часть операции которые были проведены они к сожалению закончили с тем что заложники были обнаружены уже мертвыми не не в каждом случае ясно погибли ли они во время операции или были погибли раньше и насколько вероятность того что они были убиты именно террористами которые их удерживали вообще по поводу таких операций я могу сказать что шансы на успех на то что удастся освободить заложников живыми намного меньше 50 процентов террористы которые держат они держат до до того момента когда от них будет польза если они видят что само нахождение заложников приводит к операции израильской армии то самое вероятное что они пытаются сделать их уничтожить ликвидировать это может быть различными способами они на способ которые они вероятно они применяли в прошлом и могут применить будущем это просто надеть на заложников пояс шахида который они не находясь поблизости даже от него они могут просто взорвать или взорвать его тогда когда как только к ним подойдут бойцы израильской армии том числе спиры то есть и такая вероятность тоже если она довольно высокая так что эти операции очень сложные решения о их проведении это огромнейшая ответственность еще раз говорю шансов на положительный исход на то что заложники будут освобождены очень мало все операции которые были до этого в той или иной степени они даже если они были успешными они приводили к тому что некоторые заложники были убиты были убиты в рамках перестрелки были убиты больше были убиты меньше были убиты по ошибке то есть перекрестный огонь который ведется в направлении террориста пуля может попасть также и в одного из заложников что было почти во всех операций а самая неудачная операция это было в молот когда террористы захватили школу там одновременно со штурмом израильского спецподразделения террористы открыли огонь по спецподразделению а другие открыли огонь по детям школьникам и учителям а просто убивая их и убили столько сколько успели пока израильские войска не ворвались туда другая операция такого типа была неудачно это не далеко но от любивания далеко дырцелей когда они захватили автобус и при штурме автобуса довольно значительное количество заложников были погибли и не всегда огня террористов также от огня тех которые пытались их спасать но это было еще я помню это было 80-е годы 70-е годы все эти системы все эти схемы отрабатывались и отрабатываются сегодня это было спланировано высокопрофессионально во первых наконец-то после долгих мучений и поисков была правильно определена та группа которая будет освобождать заложников то есть непосредственно то что называется группа захвата прорыва и это было определено что это будет делать бойцы подразделения по борьбы с террором для этого они и существует для это этому их и тренировали учили но раньше и не раз и не два и не три было что по непрофессиональным соображениям те кто командовали операции предпочитали другие воинские подразделения разведку генштаба и прочее наилучшее подразделение которое умеет это делать это именно подразделение по борьбы с террором высокопрофессионально и тут они доказали свою 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 свой профессионализм второе штурм был сделан это проходило ночью то есть когда ясно было в каком доме и на каком этаже находятся заложники то было определено что две группы будут это проявить одна группа штурмует вход взорвав и врываясь туда и пытаясь нейтрализовать террористов которые находятся в доме из хамаса а вторая за минуту две до этого она была она бесшумно забралась на крышу с крыши через окна ворвались в комнату где находились заложники заложники были одни и тут же объявив им на иврите что это израильская армия пришли вас спасать чтобы не было ничего тут же взяли их и обезопасили то есть надели на них бронежилеты и каски и прикрывая их своими телами через через окно на тех же канатах спустили вниз где их ждали другие ребята в это время группа которая ворвалась в здании это были как спецподразделения службы безопасности которая великолепно ориентировалась на местности и хорошо знает арабский и плюс часть спецподразделения по борьбе с террором они просто ликвидировали террористов которые были в доме и тут очень грамотно была спланирована вся группа то есть для того чтобы вывести спасенных заложников одна вещь это штурмовать здание а в другое безопасно вывести было использовано другое подразделение то есть это подразделение подводных пловцов силу шеет и слошестры 13 флотилия которые не только на море великолепно действуют они отличное штурмовое разведленное подразделение на суше и на этот раз они взяли на себя на них была задача вывести заложников в нужное место где уже были представители других подразделений тут же сели в бронетранспортер и отъехали на то место где уже приземлился вертолет и вертолетом заложники были тут же проверены медперсоналом и на вертолете тут же покинули территорию газа надо отметить что вся операция проходила в самом густонаселенном районе рафиаха как раз в том месте которое было полно которое было полно в каждом доме были боевики террористы хамаса для того чтобы нейтрализовать их и обеспечить безопасный обход под отход как только как только заложник заложники были на земле и группа от начала уводить их по определенному маршруту к бронетранспортерам тут же с израильских самолетов началось уничтожение домов с террористами которые были вокруг них было точно известно что в каждом доме находятся террористы именно эти бомбежки не только ликвидировали их они обеспечили безопасный отход потому что начался сначала обстрел со всех точек зрения со всех точек террористами именно израильскую группу которая и спасал его результат этой операции она прошла несколько минут ни одного погибшего с нашей стороны по утверждению хамаса более уточенному 73 погибших большинство из них боевики террористы хамаса но поскольку они находятся в домах вместе с мирными жителями прикрываясь ими но когда уничтожались дома вероятно погибло некоторое количество мирных жителей но кто-то прикрывается мирными жителями и если они погибают в течение в процессе боя на них и лежит ответственность за их смерть на мере израиль сделал все чтобы это этого не было так и закончилась эта операция еще раз говорю и по составу и по планированию и по исполнению она была безукоризненной наилучшей из всех операций которые были наиболее успешно я шутка краса относительно того что сравнивают с другими нашими спецоперациями которые были в основном 70-е годы хотел вас об этом попытать поскольку это все было то что называется у вас на глазах уже в то время жили в израиле операции изотоп освобождение 9 мая 72 года более 100 пассажиров самолет авиакомпании сабена который летел по маршруту венн-тель-авив они приземлились бен-гурионе спец спецназ израильский провел операцию и эта операция вошла в историю как пишут как первое удачное освобождение самолета с пассажирами на борту захваченного террористами что вы помните об этой истории как все происходило операция это было действительно по то по тому времени очень дерзкая неожиданная для многих и провели настолько успешно сколько могли но чисто с профессиональной точки зрения подразделение которое проводило эту операцию это было спецназ генерального штаба который тогда командовал и он брак и это подразделение и провело эту операцию наталья был в составе той группы которую атаковала самолета но что я могу сказать это не было спецподразделение генерального штаба разведподразделения тогда оно оно было да одно из лучших подразделений израильской армии и они неплохо владели оружием и хорошо могли проводить операции это не было спецподразделение по борьбе с террором то есть к этому не интервью нас я совершил такой факт очень интересный во первых сама группа например натаньяво как он попал совершенно случайно а человек из то есть просто просто ребята увидели в аэропорту и присоединили его а человек который действительно убил двух террористов мордыхай рахами он был резервистом этого подразделения а он уже работал в качестве офицера безопасности в израильской компании в качестве офицера безопасности он проходил там также его обучали как как пользоваться пистолетом в самолете и он случайно прилетел с рейса его увидели сказали марха идем у нас операция но он пошел и что очень интересно почти никто из ребят которые участвовали в этой операции они не умели пользоваться пистолетом армии же используются пистолетом все виды другого левого оружия пистолет то есть их начали обучать вообще стрельбе из пистолета на тренировках перед этой операции занять просто никто не было не был обучен это говорит о том что это было также во многих других странах не было тогда в израиле педра спецподразделения по предмету и поэтому хотя эта операция была очень дерзкая но там было несколько несколько ошибок в процессе например не слаженные действия потому что не смогли обеспечить чтобы с двух точек одновременно ввали самолет стрельба была при всем желании и причем что это был лучшие кто умели стрелять в израильской армии они не были обучены к тому как вести стрельбу из пистолета в самолете когда вокруг гражданский так что по тому времени она была отличная но она не была высокопрофессиональной потому что это не было профессиональное подразделение которое обучено борьбе с террором это подразделение сформировали намного позже а до этого пользовались тем кто кто мог быть то же самое было когда проводили эту операцию возле 300 автобус знаменитые после которого были были очень многие расследования действия там тоже в последнюю минуту решили что проводить эту операцию будут не разведка не подразделение по борьбе с террором разведка генерального штаба почему армейские они больше любили свои подразделения и были с ними лучше связаны и то же самое сделали то же самое нахшан вахстман который взял хамас в плен и который был убит террористами в при попытке спецназа генерального штаба ворваться в это в то место где они его держали погиб там еще один офицер великолепный офицер спецназа генерального штаба но опять таки вопрос перед этим был а какое подразделение будет делать и хотя опять таки подразделение по борьбе с террором оно было этому обучено в последнюю минуту из хохрабин и он барак решили пусть делали спецназ генерального штаба мы на них больше полагаемся трудно обвинить что то что прошло во время операции закончилась трагически именно потому что это было не подразделение по борьбе с террором но сам факт выбора он был не совсем логичный потому что если вы создали это подразделение вы людей тренировали на эти позиции так это им надо делать а больше никому другому другой может входить участвовать в этих операциях если другого выхода не то есть эта операция наконец показала кто должен что делать ну а все остальные и планирование координация каждый раз это было исходя из того уровня который был уровня планирования операции уровня производства опять таки не было такого как сейчас сейчас это было намного лучше я же еще один момент связанный с операцией по освобождению заложников аэропорту бен-гурион именно вот этой авиакомпании сабена дело в том что через несколько недель в аэропорту бен-гурион был совершен японскими террористами которые скажем так были в услужении у палестинских террористов был проведен ужасный теракт они прилетели из рима на обычном самолете я помню я помню это день я помню когда это было до 30 30 мая 72 года и они из чемоданов достали свои автоматы достали гранаты убили 28 человек 78 получили ранения потом террористов все-таки уничтожили кто-то из них сам взорвался вот после этого теракта изменилась служба система охраны бен-гурион конечно это привело к тому что вся система была изменена система была охрана изменена и в аэропорту то есть если было довольно высокопрофессиональная проверка пассажиров которые летят израильской компании мы не могли бы обязать чтобы все все международные компании на рейсе которые летят в израиль проводили проверку такого уровня как мы потом их же работники были не израильтяне они починились своим правилам своим законам но в аэропорту уже были готовы к такой операции то есть и наличие бойцов службы безопасности и сама полиция и организации движения пассажиров когда выходили и все остальное было уже сделано так чтобы вести к минимуму такие возможности но тогда весь мир и мы тоже мы учились на наших ошибках как это делать это было все в первый раз это было все в первый раз и поэтому да то трагический случай в аэропорту он научил нас многому ну и дальше всегда каждый теракт каждая попытка спасти заложников каждая попытка бороться с ними она всегда учила нас чему-то исправляла ошибки все остальное было на том уровне которому тогда были готовы и наши силы безопасности армия я же теперь хотел спросить об операции энтеба знаменитая операция энтеба 76 год самолет 106 заложников которых террористы захватили угнали самолет в уганду спецоперация по спасению тоже считается самой лучшей в истории израиля но тем менее неоднократно я слышал мнение что то что произошло то что нам скажем так повезло это дело случая насколько вы с этим согласны абсолютно то есть это было чудо то что операция не закончилась катастрофа и было очень много возможностей вероятности что это будет катастрофа но хотя бы я такой случай скажу то я знаю от тех кто участвовал там первый самолет который с которого высадились бойцы дальше он должен был отойти проехать дальше до определенного места а там развернуться все остальные самолеты должны были проехать за ними развернуться и чтобы потом развернувшись опять быть возможными выехать на взлетную полосу и взлететь когда они начали разворачиваться они увидели что для разворота почти нет места и вдруг что обнаружили там была огромная выбоина и самолет практически почти не мог развернуться что значит самолет не мог развернуться значит один самолет из тех которые прилетели и приземлились не мог взлететь обратно им негде было развернуться не могли развернуться не могли улететь а у гандийская армия какая бы она ни была с танками уже начала двигаться к аэропорту что бы там ни было там было сто с лишним человек разного рода подразделений из раэльской армии там как из спецназа генерального штаба так и из голландии из бдв там был шаурма пас командовал одной группы все все там были в хайм бар лев там был все все кого мы знаем все будущие команды и тогда бы все подразделение осталось один на один с легким вооружением против вооруженные танками артиллерии у гандийской армии какой бы она ни было против танка делать нечего против танков делать нечего взлететь нечем помощь послать невозможно помочь им никто не может все из-за этой чертовой выбоины которую никто не мог предположить но это война с большим трудом когда все стояли затаив дыхание самолету удалось развернуться когда его колесо прошло возле этой выбоины это было на миллиметры я знаю потому что один из летчиков этой операции он вместе со мной учился потом в академии то есть и я знаю других офицеров и начальника разведки который там был они они много рассказывали то есть это было очень-очень или или другой другой момент который был во время этой операции я не антальяу погиб от выстрела одного гандийского солдата с диспетчерской башни но если бы из диспетчерской басни не выстрелили в ворье натальяу а пулеметной очередью прошили бы самолет там от нее пару десятков метров до площадки до самолета эркулес самолет прошить его пулеметной очереди и все и самолет взорвется на взлетно-позрачной полосе дальше больше никто не взлетит тут же с нее и чтобы было и таких случаев могло быть десятки любой угандийский солдат который бы не заметили его в стороне пулеметом прошил самолет который начинает взлетать таких вариантов тысячи почему это не произошло дело случая те кто верят это божий божье проведение неважно я не знаю что это называется случай шансов почти не было да это была дерзкая операция но если бы что-то произошло никто спасти израильских солдат которые были там а это был цвет лучших подразделений израильской армии а я хочу обратить на другое внимание сколько заложников освободили 106 бандитов которых освободили из-за одного солдата там были готовы пожертвовать цветом израильской армии за 106 человек а тут из-за одного солдата которого солдатом можно назвать да он начал военную форму и не важно какой трус он или нет да он трус но неважно из-за одного него освободили 106 человек а сколько требовали эти товарищи которые захватили самолет по моему 145 человек террористов всего то же самое было мало там требовали 30 или 40 террористов погибло 20 лишних детей пропорции какие это говорит о том насколько насколько деградировала израильское руководство политическое тогда мы готовы были драться чтобы не освободить 30 40 50 бандитов и жертвовали и людьми и заложниками и солдатами а сегодня из-за истерических из-за истериков которые устраивают демонстрации мы готовы впустить отпустить тысячи заложников как это было сделки джебрилем одна истеричная мама еще террористов не заложников террористов так же как это было с геланом шалитом мальчик которого взяли плохие дяди в плен давайте отдадим им 1300 так и сейчас с этой с этой нетерпимой истерикой освободите и добиться их освобождения сегодня любой ценой интересы израиля безопасность израиля погибшие во время этой войны все это не играет никакой роли освободить их интересно стране уже не имеет никакого значения это говорит о том до чего мы катимся и мы продолжаем катиться то что страна готова освободить заложников да это операция показала где можно да и все эти ребята рисковали своими жизнями из-за этих двух престарелых которые находятся в этом даже мысли не было чтобы это не сделать если это возможно да и там могло погибнуть ни один ни два ни три они шли в самое пекло вокруг с каждого дома на них обрушился гроза дня я уже не говорю одни предвидные ситуации да страна готова на это эти армия готова на это эти а рядом с тем эти беснующиеся половина истерических баб которые не знают что делать девчонок детей которые ничего не понимают говорят любой ценой давайте любой ценой они имеют ввиду ценой интересов израиля ценой будущего израиля ценой будущей пролитой крови этими террористами ценой войти на все на все требования хамаса примите их требования освободите дайте нам наших людей я хотел еще об одной операции поговорить неудачной операции уже скольче и упомянули если это теоретическом акте на прибрежном шоссе это 78 год март месяц тогда с моря высадились 11 террористов захватили автобус захватили проезжавшие мимо автомобили в результате было убито 39 израильтян причем из них 13 детей более 70 были ранены и вот как пишут именно это этот теракт стал поводом для начавшейся скоре операции летания как тогда воспринималась вот израильским обществом опять же вот именно необходимость проведения вот этой операции летание после совершения теракта и неудачной попытки освобождения заложников поводом до причины нет власть когда она ищет повода чтобы как-то оправдать свои действия ну так это ее проблем причина была другая причина операция летание давно уже назрела вопрос как она прошла насколько она была успешна насколько она была профессионально сколько ошибок было сделано это уже другой вопрос оценка была сделана свое время довольно довольно правильно но то что произошло тогда с автобусом и погибшие и как и что это произошло это было в первую очередь потому что сам сама сама операция по по освобождению прошла геройски не профессионал со всех точек зрения и часть погибших 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 от наших пунктов но это уже другой вопрос а по другому не могли не знали что делать автобус остановили прямо при въезде в Толевый вернее я помню это место вот на возле возле глину если кто знает что это такое вот и да действительно боялись что как что будет как и что но спланировали в спешке взяли того кто был под рукой не было тогда в Израиле достаточно хорошо организовано чтобы в течение нескольких минут готовая группа которая знает что делать оказалась на этом месте как блокировать как остановить этот автобус как вести с ними переговоры как что вести это все потом появилось а результат ну что делать на ошибках учиться не ожидали такого не ожидали на протяжении всего это была автобусы тогда была была еще такая компания автобусная самая большая в Израиле работники которые ехали после экскурсии высадились террористы возле кибуца Маган Михаэль по дороге убили одну девочку которую они увидели шла а дальше остановили автобус и захватили его и всю остальную историю но автобус проехал от Маган Михаэль кто знает это до Тель-Авива это более 50 километров он ехал и никто его не мог остановить и не знали что делать и как делать а полиция ехала сзади она ничего не могла сделать потому что они не умели этого делать а Мефцалитани это была проблема которая была связана с действиями с территории Ливана и палестинских террористических организаций тогда Хизбаллы тогда не было вообще и в помине даже не было но решили провести эту операцию по другим причинам а это был предлог и наверное последний вопрос я обратно перекидываю то что называется мостик в наши наши дни в наше время во время нашего предыдущего разговора была упомянута публикация Wall Street Journal в которой упоминалась хамасовская так называемая стратегия CNN то есть использование живых счетов с целью получить сочувствие с помощью мировых СМИ на ваш взгляд следует ли считать что в случае с освобождением двух израильских заложников которые мы в начале нашего разговора рассматривали эта стратегия работает и дает результаты почему я об этом спрашиваю в мире ведь почти не говорят об операции по освобождению заложников но постоянно цитирует плач Хамаса по поводу нескольких десятков нескольких десятков убитых террористов более того под впечатлением очевидно от хамасовской пропаганды министр иностранных дел ЕС Боррель не сказав ни слова о заложниках потребовал ввести эмбарго на поставки оружия Израилю а главный прокурор международного уголовного суда в Гаге зовут его Карим Ахмадхан это тот который выдал ордер на арест Путина заявил что сегодняшняя операция операция от Саала в Рафехе вызывает у него большую тревогу значит стратегия СНН продолжает работать да да они как всегда им абсолютно плевать что происходит им абсолютно плевать на жертвы им плевать на заложников им плевать на выдохнили они проталкивают свою политику которая исходит из их извращенного именно извращенного представления о том что происходит об их зверской извращенной морали и они действуют поэтому и тот же Боррель что ну почему мир циничен те которые вчера считают считают Борреля недоумком подонком извращенцем который перевирает все принципы морали как только он говорит против Израиля вдруг они его цитируют те которые отрицают вообще право международного суда уголовного судить их страны вдруг они начинают цитировать а кто что сказал весь мир знает что нет больших лгунов чем арабская пропаганда чем Хамас почти ни одного слова у них не бывает правды но они с удовольствием их цитируют и смакуют это говорит о том в каком мире мы живем какие эти люди с двойными тройными стандартами извращают все что действительность чтобы подогнать их под свои интересы мелкие грязные но так было всегда так же было всегда я говорил и говорю и повторяю нацизм в Германии это порождение европейской европейской идеологии европейской морали европейской цивилизации и нацизм и фашизм это европейская циничная двойная тройная мораль когда можно говорить о высоких монтериях и обрывать детям руки потому что они не выполнили норму когда можно в Бельгии держать зоопарк с детьми африканскими в пятидесятые годы прошлого столетия при нашей жизни и считать что это нормально и водить своих детей в этот зоопарк и показывать вот видите какие-то обезьянки они из Конго даже мораль осталась куда она делась они все поддерживали Гитлера им плевать было на это какая разница ну да ну хочет уничтожить евреев ну и черт с ним ладно мы тоже их не очень любим так было всегда поэтому так надо смотреть на все эти выражения все это серьезно глубоко не обращать на них внимания да плевать мне то что говорит Барен то что говорит этот прокурор из этого суда это его беспокоит ну и пусть его беспокоит меня его нервы не интересуют вы подонки где вы были когда только недавно в Руанде 800 тысяч человек зарезали на ваши глаза где вы были где были бельгийцы которые помогали тем которые уничтожали вот Туци где где были американцы министры иностранных дел который запретил поднимать этот вопрос потому что это противоречит американским интересам где была великая франция французы остановили свои войска и не давали возвращали обратно этих несчастных Туци которые убегали и возвращали их обратно под мачете под ножи убийц о чем мы говорим даже Европа с каким сладострастием госпожа Клинтон смотрела как убивают Агаддафи как они бомбили Белград первый раз европейская армия бомбили европейский город во имя чего превратили сербов в исчадие ада в своей пропаганде мерзкой а поддерживали усташи то же самое как они сегодня поддерживают этих подонков которые носятся со свастикой по Украине и восхваляют своих бывших союзников Германии или прибалтийских нацистов как они смотрят на то на полные апарты которые по отношению к русскому населению в Прибалтике их это не волнует не они ну это нормально бля даже наш посол этот выродок бля в Киеве бывший надо понимать и сложную историю Украины когда они возглавляют убийц моего народа это он сказал и никто не отреагировал в нашей стране ну надо же понимать их у них было тяжелое детство они вынуждены были сотрудничать с нацистами и убивать полтора миллиона евреев нашего народа ну мы же должны их понять у них было тяжелое детство это все одно это все одна мораль бессиловечная циничная зверская я на нее реагирую только одни что меня абсолютно не волнует что они говорят спасибо спасибо огромное за это очень откровенный разговор спасибо и вам друзья что были с нами всего вам самого доброго будьте нам здоровы ну а главное не забывайте смотреть наш канал вы же знаете с нами интересно до новых встреч до новых встреч